Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре продолжаются работы по включению отопления в жилых домах и учреждениях города. Ситуацию обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Проверили, как обустроена детская площадка. Выездная комиссия оценила работы, проведенные по проекту «Комфортная городская среда» во дворе дома 200 по улице Садовые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области увеличат зарплаты медикам. Для этого дополнительно выделят миллиард рублей. Такие поправки внесут в бюджет Самарской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом стало известно на заседании Губернской думы. 2,5 миллиарда рублей выделят на зарплату бюджетникам. 845 миллионов рублей на единовременные денежные выплаты участникам СВО, получившим ранения. Дополнительные средства также предусмотрены на обеспечение жильем молодых семей. 200 миллионов рублей на предоставление соцвыплат молодым семьям, не вошедшим в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году. 275 миллионов рублей на предоставление социальных выплат семьям, выбывшим из списка претендентов в связи с достижением одним из супругов 36 лет после 1 июня 2024 года. «Максимально эффективно используем каждый рубль из регионального бюджета», написал губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале. В Самаре приняли изменения в городской бюджет на текущий год, и они касаются увеличения доходной части на 273 миллиона рублей. Учитываются как средства вышестоящих бюджетов, так и собственные доходы. Деньги направят на социальные нужды. Решение одобрили депутаты городской думы. В заседании принял участие и исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Подробнее в нашем сюжете. Бюджет города увеличился на 235 миллионов рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов. Куда направить средства обсуждали на заседании городской думы при участии исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова. Деньги, поступившие в бюджет из вышестоящих источников, направят дополнительно на социальные статьи расходов, на пособия, а также выплаты воспитателям детских садов, молодым школьным учителям, а также на повышение других педагогических ставок. Кроме того, за счет перераспределения в бюджете собственных средств в размере почти полтора миллиарда рублей проведут дополнительный ремонт систем отопления в дошкольных учреждениях, выполнят реконструкцию пищеблока в загородном оздоровительном центре «Заря», а также проведут работы по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения «Самарское реальное училище». Это период сейчас завершения работ. Вопросы софинансирования связаны и с дорожным фондом, связаны и с капитальными ремонтными аварийными, которые у нас были в сети образовательных организаций, в целом социальной сферы. Увеличивается план по собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2024 году на 38 миллионов рублей с учетом текущей динамики поступлений. Кроме того, принято решение в соответствии с федеральным законодательством повысить налог на роскошь. Федеральный закон, который был принят, мы приводим в соответствие наши нормативные акты муниципальные. Этот налог, который касается людей, в чьей собственности находится недвижимое имущество с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Кто имеет дорогие объекты недвижимости, будет платить несколько больше. Таким образом, доходы бюджета за 2024 год составят более 55 миллиардов рублей. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии обсудили вопросы теплоснабжения, организационные и технические решения, которые позволят обеспечить теплом все здания города. Сейчас эти работы в приоритете у профильных служб. Подробнее в следующем сюжете. У дома по адресу Алексея Толстого 108 в этом году еще весной заменили элементы теплового узла, который обслуживает сразу несколько домов. Обновили оборудование и подготовились к подаче отопления. Но при включении произошел порыв на участке центральной трубы. Специалисты управляющей компании при поддержке ресурсников определили место порыва. Были организованы необходимые работы, чтобы обеспечить жителей теплом. На данный момент самое важное – людям дать тепло, потому что погода неблагоприятная. Ну, естественно, продули мы, естественно, проверили, прошлись по квартирам, чтобы не было никаких проблем. Сейчас тепло идет, 100% на все как положено. Все адресные и точечные ситуации обсуждали сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии на еженедельном совещании, которое провел руководитель ведомства Александр Андреянов. В настоящее время тепло поступает в большинство многоквартирных домов. В несколько десятков объектов теплоноситель подадут повторно. После устранения небольших повреждений на теплотрассах. Обсудили и текущую ситуацию на трех участках, где продолжаются работы по обновлению теплотрасс. Они не влияют на подачу тепла в ближайшие дома, поскольку заранее были собраны временные схемы. Работы по укладке новых труб, то есть сборке постоянной монтажной схемы, должны завершить в течение недели. На включение отопления они сейчас не влияют, потому что все включено по резервным схемам. Сейчас у нас стоят сроки по трем адресам. Основной это у нас Карл Маркс, Старозагора, Кирово. Где-то 30 число. Но в соответствии с благоустройством мы уходим уже точно не на постоянную схему, а на временную. Поэтому вопрос достаточно жестко обсуждался и вчера. Он стоит на контроле у исполняющего обязанности главы. Ну, что он поделает. Пока вот случилось так. Но при всем при этом, подчеркиваю, дома все с отоплением. Напомним, что в текущем году в городе модернизируют 24 объекта теплосетей, около 28 километров трасс в двухтрубном исполнении. Также в городе продолжают работу профильный городской штаб и горячие линии по вопросам обеспечения теплом. С начала топительного сезона от жителей поступило более полутора тысяч обращений по 620 адресам. Почти все заявки отработаны, остальные проверят и примут меры в кратчайшие сроки. Эта работа должна быть в приоритете у всех профильных служб, подчеркнул накануне исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Он поручил отследить ситуацию с адресами, по которым отключения происходили повторно, подготовить карту основных мест, где порывы происходят чаще, чем на остальных, чтобы в следующем году в первоочередном порядке начать перекладку именно этих сетей. Профильные службы уже начали формировать перечень адресов, которые войдут в план 2025-го. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В областной столице приступили к обсуждению реформирования системы органов местного самоуправления. О такой необходимости ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев, поскольку двухуровневая система управления, на которую регион перешел в 2014 году, не оправдала себя. Инициативу о возможном переходе к одноуровневой модели обсуждают в общественных советах всех внутригородских районов города. Мы побывали на таком обсуждении в промышленном районе и готовы рассказать подробности. Проанализировать и принять совместное решение представители общественного совета при администрации промышленного района города собрались, чтобы обсудить инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система. Когда внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления, при них сформированы депутатские корпуса, выделяется отдельное финансирование на содержание районов. Десятилетний опыт работы в такой системе показал ее низкую эффективность размывания ответственности между районным и городским уровнями управления. В ходе реализации двухуровневой модели местного самоуправления мы столкнулись с рядом проблем, и в частности с недостаточностью финансирования ряда проектов для решения проблем местного значения. И на заседании правительства Самарской области губернатор подчеркнул, что сегодня мы должны перейти к одноуровневой системе местного самоуправления в соответствии с федеральным законом об общих принципах местного самоуправления, который в первом чтении утвердила Государственная Дума Российской Федерации. Напомним, что на двухуровневую модель системы местного самоуправления Самарский регион перешел в ходе реформы 2014 года. Тогда это был эксперимент, в котором участвовали Самара, Махачкала и Челябинск. Сегодня эксперты уверены, что эксперимент себя не оправдал. У меня, как у председателя общественного совета, твердое абсолютное убеждение в том, что эта реформа 2014 года себя не оправдала. Ну, во-первых, я всегда была сторонницей жесткой вертикали управления в городе, тем более в городе-миллионнике, и всегда придерживалась этой позиции. Поэтому я считаю, что сейчас есть у нас все основания для того, чтобы пообсуждать, имеет ли смысл нам сохранять эту многоуровневую систему местного самоуправления, либо нам вернуться к той структуре, которая была до 2014 года. Сегодня предлагается вернуться к системе, когда жители города будут выбирать не районных депутатов, а парламентариев напрямую в городскую думу. А внутригородские районы снова войдут в состав администрации города, как это было прежде, рассказал член городской общественной палаты Сергей Семченко, в разное время возглавлявший Ленинский и Самарский районы города. Так как я давно, в общем-то, работал при различных системах органов власти, то, в принципе, так было. И вот мне кажется, лично мне кажется, что особенно в наше время, вот в сегодняшнее время, наверное, это разумный подход. Это единый будет организм, город и районы, это структурные подразделения, ну так вот и выражусь, структурные подразделения города. Предложения о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления не только обсудят на общественных советах при администрациях, но и вынесут на публичное слушание. Если жители поддержат инициативу, то городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События. На заседании Думы наградили участника СВО Кирилла Чеховских. Ему присвоили высокую государственную награду «Медаль за отвагу». Об этом в следующем сюжете. Кирилл Чеховских – один из тех, кто добровольно отправился в зону СВО. Его позывной – Барбер. Он любит стричь и приводил в порядок своих сослуживцев. Для этого у него был специальный набор инструментов. Позаботился о своих товарищах Кирилл и во время операции. Ему пришлось разминировать участок. Отряд не пострадал, а сам он получил тяжелые ранения. За это мужчине присвоена «Медаль за отвагу». Ни о чем не жалею. Я познакомился с очень хорошими людьми, командирами, боевыми товарищами. У нас теперь военное братство. Это целая своя семья. Несмотря на различную борьбу СМИ, различных массовых информаций, пропагандистские движения и так далее, мы делаем правильное дело. Победа будет за нами. Государственную награду Кириллу вручили на заседании Городской думы. Как отмечает председатель Алексей Дегтев, это огромная честь. Депутаты регулярно оказывают поддержку бойцам и другими способами. Собирают и отправляют гуманитарные грузы и проводят различные патриотические акции. Мы сейчас объединили усилия. И буквально в октябре в очередной раз отвезли гуманитарную помощь, жизненеобходимую, так сказать. То, что ребята просили, уже к понижению температур, к зиме. И мы взяли для себя сразу обязательство, так сказать, здесь, в ТУ, формировать помощь и направлять ее до полной окончательной нашей победы. Одна из последних акций – письмо солдату. Депутаты собрали и отвезли на фронт более 10 тысяч писем от самарских школьников. А теперь получают и обратную связь. Многие смогли найти товарищей по переписке. Поэтому эту акцию продолжат. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. По решению губернатора Вячеслава Федорищева, в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер социальной поддержки. Ну а кто, если не мы? Я 20 лет назад ровно вернулся с СКВЛ. Награжден 12 боевыми наградами. Ну и так. Внука забирают в десант. Хочу я. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или районной администрации по месту жительства. Депутату Государственной Думы России Александру Хинштейну присвоили звание почетного жителя Самары. Такое решение приняли депутаты городской думы. Александр Хинштейн внес значительный вклад в развитие города и восстановление знаковых объектов. По его инициативе за счет дополнительно привлеченных средств в Самаре отреставрировали и реставрируют в настоящее время 37 объектов культурного наследия. Многие аварийные исторические здания удалось не только восстановить, но и создать на их базе новые культурно-образовательные пространства. Главным проектом, которым депутат Госдумы занимался на протяжении более 10 лет, стало спасение полуразрушенной фабрики кухни завода имени Масленникова, где в 2024 году также по его инициативе открылся Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. Александр Хинштейн, который является нашим коллегой в качестве депутата Федерального собрания Государственной Думы, который, несмотря на свой еще молодой возраст, уже делал и делает благие дела для города Самары. Также звание «Почетный гражданин Самары» посмертно присвоено ветерану отечественной журналистики, кинематографисту Борису Александровичу Кожину. Он был членом Союза журналистов России. 40 лет проработал главным редактором Самарской студии «Кинохроники». Благодаря его деятельности увековечены имена многих самарцев и сохранены уникальные исторические факты о Самаре. Борис Кожин – редактор более 400 номеров киножурнала «По Волжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов. Автор более 40 сценариев фильмов. Выездная комиссия оценила качество благоустроенной дворовой территории по адресу Садовая 200. Работу принимали представители Ростехнадзора и администрации города. Как преобразилась площадка и есть ли замечания, связанные с качеством выполненных работ, узнала Полина Чуликова. Активная гражданская позиция жителей и поддержка местных органов управления. Благодаря такому взаимодействию дворы в Самаре преображаются. По адресу Садовая 200 прошел осмотр благоустроенной дворовой территории, отремонтированной по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Двор стал местом притяжения больших и маленьких жителей близлежащих домов. Сергей Демин, дедушка трех внучек, рассказывает, усилия были не напрасными. Теперь, выходя на прогулку, девочки сразу бегут на новую площадку. На встречу пошли, вникли в суть проблемы. Поэтому комфортная городская среда в действии, скажем так. И сейчас вот эти плоды, результаты этой деятельности есть. Поэтому будем продолжать развиваться дальше. На детской площадке установили горку, качели, малоархитектурные формы и ограждения. Заасфальтировали дорожки. Появились и лавочки. В планах озеленение территории. Дизайн-проект разработали сами жители. Благодаря активному участию жителей в реализации этого проекта, он на сегодняшний день успешно реализован. Площадка будет развиваться и радовать и детей, и взрослых. Замечания были в ходе выполнения работ, но на сегодняшний день они все отработаны. В этом году в Самаре только по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроен 51 двор и три общественных территории. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. Преображаются дворы Самары в рамках областного проекта «Содействие», в том числе двор на улице Братьев Коростелевых. На каком этапе работы, что еще предстоит сделать и как стать участником проекта, расскажут наши корреспонденты. Безопасная детская площадка с большим функциональным комплексом, малой архитектурной формы, песочницы и лавочки. Во дворе дома по улице Братьев Коростелевых 152 проходит благоустройство дворовой территории. Здесь ведут работы в рамках регионального проекта «Содействие». На данном этапе уже установили все архитектурные формы и приступили к монтажу резинового покрытия. Детская площадка – долгожданное событие для жителей двора, в особенности для детей и их мам. Наконец-то наш проект, так скажем, победил. И вот мы видим результат, строящий детскую площадку на радость детям, на радость жильцам. Наконец-то наши детки смогут безопасно, с хорошим покрытием гулять, заниматься спортом. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть для жильцов наших домов. Каждый этап работ подрядчики согласовывают с местными жителями, учитывают их пожелания и вносят коррективы. Предложили переместить линию забора с парковки для того, чтобы машины беспрепятственно парковались, не задевали будущие ограждения. Мы это замечание отработали, сегодня приступим к устранению. Для того, чтобы принять участие в проекте «Содействие» и сделать свой двор красивым и комфортным, необходимо прийти в администрацию, где сотрудники подготовят проект с учетом наличия охранных зон сетей и сведений по кадастрам. Проект готов. Мы сами, администрация, составляем смету, помогаем оформить заявочную документацию жителям и уже направляем сами в конкурсную комиссию в правительство Самарской области. Проходит конкурс. Проект, который побеждает в этом конкурсе, по ним начинается реализация. Работы по адресу «Братьев Коростелевых-152» планируют завершить до 30 октября. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. Далее, коротко о других событиях этого дня. Владимир Богатырев снова стал ректором Самарского университета. Теперь он будет руководить вузом до января 2030 года. Соответствующий документ подписал глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков. Впервые Владимира Богатырева назначили на эту должность в 2020 году. С 1 ноября изменят расписание движения электричек по маршруту Самары-Жигулевское море-Жигулевск. Как сообщили в пригородной пассажирской компании, это связано с окончанием летнего периода. Так, поезда номер 630201, пятилетка, отправление в 5.48, Жигулевское море, прибытие в 7.45. Номер 7375, Жигулевское море, отправление в 15.55, Жигулевск, прибытие в 16.11. Номер 7376, Жигулевск, отправление в 17.04, Жигулевское море, прибытие в 17.18. Будут ходить ежедневно. А электрички 630403, пятилетка, отправление в 5 часов 48 минут, отвага, прибытие в 8.19. Номер 6378 «Отвага», отправление в 16.47, «Жигулевское море», прибытие в 17.16. Номер 6377 «Жигулевское море», отправление в 15.48, «Отвага», прибытие в 16.18, отменит. Сбер рекомендовал пользователям iOS установить новое приложение «Бюджет онлайн». Банк просит обратить внимание, что старые версии 12.15, 14.3 и 14.11 скоро перестанут работать. Для входа в приложение потребуется номер действующей карты. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, запрещают ли они своим детям есть сладкое. Я не запрещаю. Но объясняю, что это не полезно. Нет, запрещать-то ничего не надо. Ну как-то надо по-другому. Стараться, чтобы он чем-то заменил. Ну то есть и сладкое, я считаю, когда едят много сладкого, это, наверное, чего-то не хватает в организме. Поэтому если ребенка полноценное питание, он не будет маньяком таким. Как-то у нас никогда не было таких проблем с ребенком. У нас разумный был мальчик. Ну я думаю, да, надо. Хочет, пусть ест. Ну нужно ограничивать все-таки все с умом. И надо искать золотую середину. То есть если ты запрещаешь сладкое, то заменить, например, чем-то полезным сладким. Ну я врач, считаю, что запрещать не нужно, но ограничивать нужно. И лучше есть полезное сладкое. А зачем? Нет. Нет. Нам не запрещали, и мы не запрещаем. Пусть сам делает выбор. По итогам сентября паблик Самары ГИС ВКонтакте вновь вошел в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков в престижном федеральном рейтинге от Нью Медиа. Рейтинг основан на анализе 68 сообществ телеканалов, городов-миллионников с аудиторией 5000 подписчиков. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В Самаре 24 октября состоится областной форум семейных сообществ «Родные и любимые». Об этом сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Форум объединит семьи для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Что ждет участников форума, рассказали в карточках. Но это далеко не все. Заполняйте заявку и получите возможность круто провести время всей семьей. Более 1 миллиона жителей региона сделали прививки от гриппа. Об этом сообщает администрация Куйбышевского района. Особенно важно прививаться жителям, находящимся в группе риска, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным и маленьким детям. Прививка на 56% сокращает осложнение от ОРВИ, на 53% невольничных пневмоний и наполовину снижает риск госпитализации. Двойная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции у жителей старше 65 лет позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. В Самарском бизнес-инкубаторе прошло заседание круглого стола «Будущее Самары глазами молодежи» в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Об этом сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. В обсуждении принимали участие члены общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самары, которые делились своими идеями и предложениями по развитию города. Обсудили развитие инфраструктуры и транспорта в городе, создание новых рабочих мест, развитие образования в Самаре, создание удобной среды для жизни и отдыха. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, берегите себя и своих близких, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!